Итак, Оля Полякова. Ах, Оля Полякова! Друзья, это удивительный человек. Танки Биш, она тоже убирала это, скорее всего. И вот эта скула острота. Так называемая геометрия. Вот эта скул, геометрическое лицо, проскультурированное. Она дает вот это лидерство. Господин Зеленский, он про динамику, он про пробитие. Наверное, он президент. Ну, какой он президент? Тот образ президента, который мог бы быть народным. У меня плохой метаболист. Проблемы, они начинаются тогда, когда человек начинает набирать... А как же сказки о молочных ваннах? То есть от этого морщины появляются. Хочу такую форму губ про тугую писечку. Есть такие случаи. Самый высокий процент суицидов. Наоборот. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что вы смотрите программу Beauty Life о том, как жить и работать в красоте. У нас в гостях Леонид Золин, трансформационный физиогномист. Человек, который умеет читать по лицу и создает, проецирует осознанные образы. Здравствуйте, Леонид. Я приветствую вас. Добрый день, Леонид. Как проникновенно это прозвучало. Леонид, вы в одном интервью сказали уникальную фразу. Человек – это симфония, которую я могу слушать бесконечно долго. Но при этом вы не слушаете, вы смотрите. Давайте начнем с того, что же все-таки трансфейсинг. Трансфейсинг? Трансфейсинг – это, в первую очередь, про осознание себя и себя самого. Вот кто ты есть. Это единение внешнего и внутреннего. Это путь от внутреннего к внешнего или обратно от внешнего к себе. Это тот, кто ты на самом деле. Ведь лицо – это просто неотъемлемая часть нас, которую мы не замечаем. А давайте, чтобы немного слов и теории, давайте вот конкретно возьмем. Вы умеете составлять быстрый психологический портрет. Под запросы. Да. Давайте возьмем конкретные известные медийные лица, известных спортсменов, звезд шоу-бизнеса, политика. И вот прям рассмотрим, чтобы мы увидели, как это работает. Конкретный пример – известная медийная личность, звезда шоу-бизнеса, прекрасная Ольга Политкова. Что вы можете рассказать по портрету, как мы будем считывать этот психологический портрет, есть ли какие-то рекомендации от вас? Оля Полякова, друзья, это удивительный человек. Знаете, по вашей просьбе я нажал фотографию, которая, ну, не совсем, да, там, в макияже, скажем. Потому что она, когда делает макияж, образ-то меняется, она начинает по-другому себя вести. Это все работает, тоже интересно. Обратите внимание, давайте так, первое, сразу покажу вам одну штуку. Огромный, да, вот так, давайте это вам поближе. Смотрите, давайте первый, первый, так, возьмем признак. Огромные, видимый объем глаза с двойными веками. То есть мы видим нижнюю подвижную часть века, а супраорбитальная складка разделяет пополам. Что получается? А. Впечатлительность, эмоциональность. То есть, смотрите, это как большой объектив у фотоаппарата, он много света воспринимает, много транслирует. Если у него были такие глазки с прищуром, маленькие, да, такой-то взвешенный, хит, рациональный. Когда такой человек улыбается, поверьте, он что-то задумал, ему что-то надо. В данном случае она такая, как есть. Она такая, как есть. Да, она эмоционально искренне открытая. Вопрос. Она умеет направить это в нужное русло. Что это показывает? Глаза Оли говорят об искренности. А, впечатлительность. Потом искренность – это сложная компетенция, сложное качество состоит из... Это скорее ценностный уровень. А мы говорим за качество – это впечатлительность. Она впечатлительна эмоционально. Дальше. Лицо искажается в правую сторону. Смотрите. Это момент контроля. То есть она в рациональной, она в логике живет. Сейчас ее динамика в логике. Она управляет всеми своими эмоциональными качествами, которые заряжают на сцене всех людей. Вот она выходит, ай, все заряжены уже. Полякова вышла, вау. Двойной веко. Что это такое? Смотрите. Ей важно постоянно обратную связь чувствовать. Ну, кстати, у тебя тоже. Открытый двойной век – это внешняя референция. Это активный эгоизм. Активный эгоизм – он такой. Так, ребята, что надо? Чем помочь? Давайте я вам расскажу. Давайте я вам покажу. Так, я вот это умею. Так, я вот это могу. Знаете, мы вот это можем. Так, вам это нужно точно. Давайте мы... То есть это постоянная активность. И вторая фаза – какая я? Какая я? Какая я? Вот она выходит на сцену. Какая я? Скажите, какая я? Это нормально? Нужно обратная связь. Человек себя стабилизирует глазами других людей. А вот века нависающая, вот как у вас, например, у тебя больше, у тебя более выражена внутренняя референтность. В отличие, например, от Екатерины, что получается? У тебя нависает век, и ты больше сам целеполагаешь. То есть ты принимаешь решение, исходя из внутреннего опыта. И это чаще происходит, нежели на основе чужого опыта. Достаточно высокая посадка брови. То есть что происходит? Она как бы, знаешь, она как бы парит над всеми. Она по природе императрица. Вот у тебя тоже достаточно высокая бровь. То есть смотри, это взгляд сверху. Я наблюдаю, я наблюдаю. Вот я, например, вот мы с тобой, да, мы такие пацаны, вовлеченные в тему. Прикинь-таки, если бы вы выходили из пещеры, ну, вот, представляешь, древняя какая-то, ну, допустим, где-то в горах, какого-нибудь там, не знаю, в Южной Америке там живет племя. И тут, значит, тигр какой-то, значит, ягуар там подкрадывается. Мы знаем, что он тут живет, и надо его изгнать, потому что мы не можем выйти, пожрать не можем. И, значит, мы выходим, значит, из пещеры такие, да, с копьями, и такие, где леопард? Да, где леопард, братан? Иди сюда, где леопард, да? Нет, мы же в теме, мы такие, где, где, да, он шел, где? Он такие, да, это как пацаны из 90-х. Че, братан, будем, че такое-то, порешаем. Вот, смотри, мы с тобой сразу вовлекаемся в процесс. А где нам летают? Женщина, она управленец. Женщина по природе управленец. Мужчина по природе деятельный. Он способен управлять, но он больше про действие. Канки Биш, она тоже убирала это, скорее всего. И вот эта скула острота. Это так называемая геометрия, вот эта скул. Геометрическое лицо, проскультурированное. Оно дает вот это лидерство. Интересно было бы рассмотреть такую личность, как Владимир Зеленский. О, Зеленский. Да, слушай, я тут… Интересно? Зеленский. Интересный человек. Обратите внимание на структуру носа. То есть… Внизу, в общем-то. Во-первых, немаленькая, я вам скажу, спинка. Вся спинка длинная. То есть он очень уделяет большое внимание процессу. Когда он в коммуникации, он в процессе находится. Дальше. Не меньше уделяет внимания результату. Нос пошел вниз, в родительскую матрицу. То есть забота, получение результата. То есть, когда он делает что-либо, он хочет получить из этого определенную выгоду и для команды, и для себя. Плюс плоский кончик носа. То есть он умеет видеть структуру. Хорошо чувствует формат. Формат – не формат. Формат – не формат. Вот формат будем делать в режиме формата. Грубо говоря, people вот это хавает, будем делать то, что people хавает. Прикольно. И что ты ему возразишь? Хорошо. И вот у нас еще есть замечательный мэр. И прекрасный спортсмен известный. Все могут видеть. Да, Кличко. Но видеть не все. Но не все, да, или как-то. А что мы увидим? Ну, его же фраза. Все могут смотреть в будущее. Да, это, конечно, шедевральный человек. Опять-таки, вот что интересно. Вот чего, как говорится, он туда, собственно говоря, лезет. Вот кто? Он хозяйственник или политик? Я вам скажу, он политик. Смотрите. Сроки подбородка. Опять. Я начну не с подбородка, смотрите, а с уровня. То есть наиболее проявленный уровень, опять-таки, центральный. То есть смотрите. Политик. То есть кто я и я с людьми. Вот бокс, казалось бы, по идее, боксер, но по идее, он, наверное, нижний, да? Нет, смотрите. Центральный. Причем он мог измениться, кстати. Можно было посмотреть динамики. Более ранее, да? Когда 20 лет назад, да. Вот сейчас он про вот эту социальную динамику. Я в общем, кто я, мое социальное положение, мой статус, что я могу сделать, что я делаю. Вот он про это. Посмотрите, какой прищер красивый. Он зарабатывает, ну, скажем так, и получает доход или жизнь, не за счет уже своих возможностей. Получает за счет статуса. Обратите внимание. Да, подбородок. Вот эта ситуация, когда широкий подбородок, но, смотрите, он выпуклый. Опять-таки, но и выпуклый. То есть на речь особо не влияет, она никогда у него не была его как бы козырем. Действия, действия тоже у него, скажем, он действует больше от ситуации. Но это же все равно волевой подбородок. Он волевой в том смысле, что он физически очень активен. Он действовал, особенно когда занимался спортом, боксом. Он преодолевал препятствия, преодолевал сопротивление, борьба, преодоление. Ну, куда без этого? Он стоял в своей позиции. Сейчас играют другие роли. Мы сейчас рассматриваем конкретного Кличко, который в этот момент, Виталий Кличко, который сейчас живет. Он изменился. Дальше, смотрите. Глубоко посажены глаза. Причем глаза с прищуром. То есть он ан. Но века двойной открытая. Вот интересно. Получается, что? С одной стороны, смотрите, он смотрит на мир с позиции. Я вот тут внутри, есть мой мир, я вот оттуда за вами смотрю. Вот как Рак сидит в организме. Дальше. Он осторожен, но при этом нуждается в обратной связи. Все, мы получаем некого такого альфа парня, который реализует заболевание. Я предложил такую концепцию, как трансформационная физиономика. Ну, тут есть мое понимание, есть объективная реальность. Объективная реальность такова. Женщины идут, получают образ, и смотри, они получают результат. Никто никогда бы не ходил и не платил бы сумасшедшие деньги и бьюти-индустрии, и эстетиков. Не зарабатывало бы в мире такие огромные деньги, если бы это не работало. Это работает. В первую очередь, это влияет на образ. То есть мужчина женщину воспринимает иначе. Второе, работает ее самовнушение. Но по факту это меняет ее поведение. Она себя видит со стороны. Ну, уверенности больше. А по-разному. Кто-то сексуальности, кто-то уверенности, кто-то чувственности, кто-то мудрости добавляет, мягкости кто-то. Не просто так губы, например, делают. Губы – это область чувствования. Ощущения. Да, это, смотри, это коммуникация, это речь. Но это пухлость губы по отношению к подбородку, например, носогонному треугольнику. А это то, что делают женщины. Немножко увеличивают или множко увеличивают. Много. Немножко, да, наканчивают носочек. Или о чем это говорит? Смотрите, аккуратные акценты. Аккуратного акцента там выровнять, например, верхнюю к нижней, нижнюю к верхней. Можно разными способами. Ну, например, тот же перманент, как основа для более чувственного губа. Ну, почему чувственность-то? Чего так мужики на этом… Слушайте, не делали бы женщины, которые хотят повысить градус отношений. Это очень просто читается. Это читается так. Женщине, девушке нравится чувствовать себя, как-то чувствовать в процессе какого-то дела. Ну, например, в интимном отношении, в сексе. Или же, например, где-то во время препровождения, в танце, например, за столом, в ресторане, где угодно чувствовать, кайфовать. Чувствовать. И у мужчины как бы тут гипотеза, да, что раз она себя хочет так чувствовать, то она и будет, то ему хорошо с ней будет. Женщины с тонкими губами, соответственно, с высоким подбородком и высоким носогубным треугольником, то есть колонна фильтрума высокий, это женщины про результаты, про дело и про риски, про информацию. Им интересен опыт, им интересен результат. Они обычно мужика берут и его, так сказать, это… Так, самка богомола, не ты ее, а она тебя колбасит. Не мужик ее снимает, а она мужика снимает. Это женщины политики, это женщины бизнесмены. Вас, Леонид, можно слушать бесконечно долго. Благодарю вас за то, что вы сегодня в нашей студии. Интересные темы были рассмотрены. С нами Леонид, трансформационный физиогномист, человек, который умеет читать лица. Вы смотрите программу Beauty Life о том, как жить и работать в красоте. И сегодняшний гость нашей программы Екатерина Толстикова, врач-диетолог, фуд-терапевт. Добрый день, Екатерина. Здравствуйте. Начну я с такого вопроса. От Толстикова для диетолога это псевдоним? На самом деле это самый часто задаваемый вопрос. Это действительно моя фамилия. И когда я родилась, конечно же, я не знала, что я буду заниматься питанием и диетологией. Это шло параллельно в медицине и никогда не было моей работой. Но когда это уже устаканилось, я там очень много где училась и поняла, что питание, в принципе, это единственный инструмент в данное время, который позволяет не только лечить много заболеваний, но и работать с профилактикой, то есть с их возникновением. Поэтому, когда уже устаканилось такое понятие, как врач-диетолог, и моя фамилия Толстикова, очень часто задают вопрос, не псевдоним или это. Нет, это реальность. Качество нашего питания зависит от развития многих каких-то заболеваний. Конечно, да. В целом я вам скажу так. Проблемы, они начинаются тогда, когда человек начинает набирать вес. Вес не набирается с воздуха. Вес набирается действительно с неправильного образа жизни. И питание 80% занимает в этом образе жизни. И как только мы получаем лишний вес, это количество воспалительных молекул, которые у нас образовываются в организме, они уже являются триггерами к различным заболеваниям. Уже тогда начинает проявляться там сахарный диабет, подагра, метаболический синдром, повышенное артериальное давление и так далее. У каждого это свой какой-то набор. Но в целом, да, начинать нужно с еды, с модификации образа жизни. Внутриогенетика – это влияние пищи на гены. Да, на наши гены. И генетика, как мы говорим, плохая, это в современном мире, получается, уже не приговор. Ну, что такое плохая генетика? Если мы сейчас будем о широкой кости, к примеру, да? Когда многие ко мне пациенты приходят, говорят, у меня плохой метаболизм, я всю жизнь набираю вес, потому что у меня там генетически там широкая кость или еще что-то. Говорю, да нет такого, говорю, здоровый человек, все с вами нормально, просто что-то вы делаете не так. Просто меньше кушать. Или побольше, кстати. Или побольше, да, да. Либо больше правильно кушать, это тоже такое есть. Об этом поподробнее расскажите, как это больше правильно кушать. Да, потому что, когда мы включаем или выключаем определенные гены, конечно, мы имеем то, что имеем, да, мы имеем заболевания. Как такового плохая генетика не существует. А какие сейчас самые модные диеты? Вот у каждого времени есть своя модная диета, которая там на пике популярности. Ну, сейчас к нам дошла, которая была раньше в Америке популярна, сейчас она популярна у нас, это кето-диета. Все страдают безуглеводным, скажем, подсчетом жиров и белка, только не едят углеводы. И вот покупают полосочки для измерения ацетона, чтобы мерить кетоновые тела. И, в общем, попадают в этот кетоз и стараются получать жиросжигание, скажем, таким образом. Артем, выносите полосочки для ацетона? Слушаю вас, не понимаю, что у вас находится в холодильнике. Ладно, простые люди, не понимая и не зная этого всего, не задумываясь, берут то, что им нравится, то, что они хотят. Легко. Организуем их или сознание их желает. А вы, зная, что все вредное? Ну нет. Есть ли в наших супермаркетах здоровый продукт? Конечно, все зависит от дозы на самом деле. Основной посыл, в целом, когда я работаю с пациентами, я говорю, что нужно есть практически все, но без фанатизма. И, конечно, 80% питания, оно должно быть здоровым, это должна быть база. И если мы говорим в целом о наборе продуктов, то, естественно, это овощи, это зелень, это ягоды, это орехи, семена, это цельнозерновые крупы. Именно зерно, они измельченные, там какие-то хлопья и так далее. Это именно зерно, которое можно прожевать, бобовые, и хорошая рыба, хорошее мясо, кто употребляет, яйца в целом. Вот это набор, который достаточно, больше ничего не надо. Некоторые едят молочные продукты, но с ними очень большой вопрос, в первую очередь у меня, как у врача, к качеству. И второй пункт, это к вообще пользе, и можно ли прожить без молочных продуктов, потому что действительно можно. И основная задача молочных продуктов сейчас, в наше время, это больше обеспечение даже белка, а не нутриентов. Вот, поэтому тут уже вопрос, каждый решается индивидуально, можно кому-то, либо лучше не нужно. Шесть дней в неделю, или бывает даже, может быть, пять дней в неделю, да, мы придерживаемся жесткой диеты, а на седьмой день ты срываешься. Почему и можно ли так делать, или нужно ли так делать? Вопрос в том, какая задача стоит у данного конкретного человека, либо у вас, да, если вы хотите снизить вес, то вы снижите вес на самом деле можно любыми методами, можно руку отрезать, и уже будет минус пять килограмм. Ну, то есть, ну, если мы говорим о здоровье, то нерегулярность и хаотичность в еде, она приводит к нарушению гормональной системы. Это второе после кишечника, что реагирует как раз-таки на нашу еду, на наше, скажем, то, что мы делаем вообще в целом с собой. Оно начинает работать неправильно, эта система, и, соответственно, первая неправильность состоит в том, что она начинает копить вес, и она начинает копить жир подкожный изначально, а потом уже воспалительный во внутренних органах. И когда мы все ровненько-ровненько делаем, запрещаем себя, ограничиваем, мы потом оп, и такой скачок, раз, делали, ну, как бы организм думает, ну, ладно, раз, как бы, окей, мы возвращаемся. Но если это происходит постоянно всю жизнь, вот такие гормональные всплески, они заканчиваются тем, что организм перестает вообще в целом на это все реагировать, он начинает набирать вес, он начинает, внутри начинает развиваться воспаление, и такой человек действительно постоянно начинает срываться. Такого делать не нужно, что нужно делать, это как раз-таки стратегия называется, как я говорю, без фанатизма, лучше каждый день себе позволить ту же шоколадку, там, грамм по 20, чем потерпеть до субботы и съесть плитку, потому что это абсолютно разная реакция каждый день на продукт для организма, и такое делать не стоит абсолютно, ну, то есть лучше каждый день понемножечку есть. Несмотря на вред фасфуда, мы не перестаем его любить. Ты хочешь картошечку, ты хочешь, там, соус, ты хочешь какой-нибудь бургер, почему, почему человек не может жить и питаться только правильно? Может. Ну, понятие правильное, просто у каждого свое. Опять-таки, если мы берем систему без качели, чтобы не нарушать гормоны, мы говорим о 80% нормальной еды, то есть здоровой, которая имеет нутритивную ценность, не просто калории, да, как в Макдональдсе, то есть, а там есть еще витамины, минералы, клетчатка и куча других составляющих. Если он хотя бы два приема в день нормально съел, а третий закрыл, ну, так, как получилось, это нормально, и это хорошо, это здраво и без фонетизма. Но если же у него завтрак непонятно какой-либо его нет, на обед он не успел где-то шаурму по дороге съел, и ужин у него Макдональдс, и таких дня 3-4 в неделю, конечно, такому человеку говорить о здоровье, ну, то есть, и вообще в целом здоровье, чувствовать себя здоровым очень тяжело. Поэтому можно на самом деле это делать, можно есть Макдональдс даже в таком виде, в каком он есть, просто нужно понимать, зачем вы это делаете. Есть еда для здоровья, я буквально вчера устраивала там соцопрос в соцсетях, а есть для удовольствия, да, очень часто эти понятия разделяют, но на самом деле, когда человек осознанно подходит своему здоровью, эти понятия сливаются в один, то есть, да, еда, которая здоровая, она становится, ну, вкусной, любимой, вот. Ну, а в чем секрет все-таки Макдональдса, что это такое удовольствие вызывает у нас, и как ты объяснишь маленькому ребенку, что? А, во-первых, нужно показывать другой пример, маленькому ребенку не нужно объяснять, он все повторяет, поэтому, когда я говорю пациентам, что если ваша дочка не хочет есть брокколи, говорю, перестаньте есть шоколадки, от нее втанем в другой комнате, начните есть брокколи, она посмотрит и начнет есть брокколи тоже. А так, когда родители говорят одно ребенку, запрещая, да, там это, это, а сами выходят и начинают есть Макдональдс, понятно, это не работает. Я где-то читал, что на каждый килограмм массы тела нужно пить 30 грамм воды. На самом деле истина тут лежит где-то в балансе, почему? Потому что все, что пишется в научных источниках и действительно проверено уже на практике многими пациентами, это действительно 30 мл-50 мл жидкости, не воды, на килограмм веса. В жидкости включается и вода, и чай, и если человек ест, а он должен есть овощи, ягоды, то есть то, что имеет жидкую часть в себе, это тоже вода. Но говорить о том, что нужно пить 8 стаканов, либо 2 литра всем подряд, нельзя так говорить, потому что риски от перепивания воды, они тоже есть. И эта вода, она тоже не испаряется бесследно, она и участвует в метаболизме, она и проходит через печень, и через почки, и напрягает много-много там различных органов. И поэтому, когда очень много воды, у нас становится в организме мало электролитов, то есть натрия, калия, которые участвуют в этом балансе. И такой человек может тоже иметь проблемы и с отечностью, и с сердцем, и с почками, и судороги могут возникать от того, что он пьет, как не в себя, 3-4 литра воды. Вот, да, каждый день, потому что ему там фитнес-тренер сказал, к примеру. Вот, поэтому в целом литр воды чистой, это однозначно всем. Если это мужчина, который там тренируется, да, или женщина, которая участвует в различных физических нагрузках, то они тогда пьют еще, исходя из их тренировочных трат, вот. Тогда это еще плюс, там, пол-литра, к примеру. Вот такая должна быть норма. Чай, кофе, это тоже вода, но вода с дополнительными веществами. Веществами дубильными, там, танинами, кофеином и так далее. Эти вещества просто дополнительно влияют на организм, но все равно они растворены в водной среде. Эта вода тоже участвует в метаболизме. Просто когда говорят, что там чай не усваивается, либо кофе, ну, тоже непонятно, куда девается, это неправда. У нас организм фильтрует всю воду, то есть все, что попадает в организм. Какой, по вашему мнению, диеты стоит придерживаться, чтобы как можно дольше продлить молодость? Если так говорить совсем коротко о пунктиках, да, то существует действительно антиэйдж-стратегия. Первое – это уменьшение количества животного белка. Это касается мяса, это касается молочных продуктов в первую очередь. Это все нужно убирать. Переходим на цельные злаки, на бобовые, то есть на вот эту рыбу. Рыбка может быть, но, опять-таки, она должна быть ограничена 1-2 раза в неделю и только жирные сорта за счет того, что мы получаем омега-3. То есть все остальное в целом – это просто животное белок, которое тоже нужно убирать. И, конечно, сюда относятся, во-первых, исключение всех простых сахаров, в том числе и сухофрукты, мед, сиропы различные. То есть, да, это все сладенькое. Это все сладенькое. Мед, в первую очередь, потому что там много фруктозы, и он очень сильно вызывает тоже гликацию белка, и это все приводит к морщинам и воспалению в организме. Точно так же, как и молоко. Поэтому, в основном, диета долгожителя, либо антиэйдж питания, она должна заключаться в растительном белке, в правильных жирах, то есть в основном это рыба, и растительные жиры, авокадо, орехи, тыквенные семечки. Орешки можно, чтобы что-то разрешили. Да, и ягоды в основном с овощами, даже не фрукты, потому что очень много фруктоз, там фрукты ограничены, а в основном ягоды. Вот такая вот должна быть стратегия, более даже с вегетарианским уклоном таким. А правильно, потому что сейчас куча маркетинга и куча всевозможных доступных вариантов для человека, он теряется в этом все. Много теорий. Он ест суперфуды, он пытается достичь какие-то волшебные штуки, таблетки, чтобы как-то... А нужно вернуться к базовым потребностям, нужно вернуться к обычным продуктам, простым вещам абсолютно, да, там цельным крупам, бобовым, там кусок мяса, рыбы, и все, и готовить очень просто, вот в этом здоровье. Все спортсмены утверждают, что нужно минимум 5-6 раз в день кушать. Ну, опять-таки, это была теория построена о том, что якобы там что-то ускоряется, да, метаболизм, метаболизм, ну, то есть... Едва не есть тоже по этому поводу женщины кормили 6 раз и 3 раза, взяли эту еду на 6 раз поделили и на 3 раза, результаты идентичны. Только там, где 3 раза, стратегия на антиэйдж будет намного лучше, потому что инсулин вырабатывался за этот день, гормон, да, наши как раз такие молодости тоже, 3 раза, а там целых 6 раз. И чем чаще он вырабатывается, тем быстрее в целом поджелудочное перестает, как бы, выделять правильно его концентрации, и организм его ощущает в той концентрации, в которой нужно. Люди набирают вес не от количества приемных пищи. От качества. А в целом от калорийности. Можно переесть даже здоровыми продуктами. Но если по закону обычному физики, термодинамики вы поели больше, чем потратили, вы всегда наберете этот вес. Неважно, съели вы 1 раз или 10 раз разделили. Абсолютно. На уровне физиологии там ничего не ускоряется. У каждого своя точка метаболизма. Благодарим, Екатерина. Очень интересная встреча. Спасибо. Спасибо большое, что вы сегодня были на студии. Спасибо вам. Всем привет. Вы смотрите программу Beauty Life о том, как жить и работать в красоте. И сегодня у нас в гостях Андрей Ваганов-Дужков, врач антиэйдж терапии. Здравствуйте, Андрей. Добрый день всем. Мы рады приветствовать сегодняшние студии. И в процессе подготовки к сегодняшнему эфиру мы собрали самые актуальные вопросы, которые задают клиентки бьюти-индустрии о инъекциях красоты. Поэтому некоторые из них покажутся наивными, порой даже смешными. Но это то, что животрепещущее, то, что интересует, то, что на гребне вопросов, часто задаваемые вопросы. Чаще всего задаваемый вопрос, в каком же возрасте стоит делать первые процедуры и правда ли, что мужчинам показаны инъекции после 40. Мы разделяем биологический возраст и возраст паспортный. Поэтому очень часто пациенты выглядят или моложе своего возраста, или старше. То, как он себя ощущает чисто внутри. То есть психологический, биологический и паспортный? Да. Хронологический, да? То есть, ну, на самом деле, что отражает паспортный возраст? То, насколько раз вокруг солнца мы облетели. А все остальные нюансы именно античмедицины, то есть возраст гормональной системы, да, то есть возраст нервной системы, кровообращение. У каждого по-разному. Так все же, когда стоит приходить впервые к вам? Когда возникает потребность. А когда она возникает? Ну, самый молодой пациент у меня в 17 лет был, самый пожилой в 80 лет. Поэтому здесь нет такой какой-то градации, которая бы говорила, вот все, вам на 40 лет и вам надо уже прийти к врачу антиэйчной медицины, да? Значит, я правильно поняла. 17 – это еще не рано. Вернее, 17 – еще не рано, 80 – еще не поздно. Еще не поздно, это точно. Ну, все же этот вопрос чаще-чаще задают клиентки, когда, когда, вот когда я подошла к зеркалу и когда нужно сказать, о, пора. Самое такое вот действительно зеркало, это и является тем ответом на вопрос, который вы задали. Потому что на консультации первое, что я даю, то есть я не говорю о том, что у вас это, плохо то, плохо или это надо поправить, там, и так далее, да? Я даю зеркало и спрашиваю, что вам не нравится в отражении. То есть пора, когда что-то не нравится в отражении. Конечно. Вот, поэтому это может быть и в 17 лет, это может быть только и в 80 лет. Поэтому все-таки мы говорим о том, что насколько женщина внутри себя чувствует комфортно в том возрасте, в котором она есть и которую она ощущает. А почему все-таки бытует мнение, что мужчинам стоит после 40? Вот это расхожее мнение. Да, это очень такое мнение, часто встречающееся, но оно, наверное, характерно для поколения X, да? То есть сейчас теория поколения набирает очень активно в маркетинге. Силу, и мы видим о том, что это действительно работает. Вся бьюти-индустрия перешла именно на теорию поколений. И для каждого поколения есть свои рэперные точки, когда мужчина приходит, да? То есть когда он хочет себе что-то изменить, да? То есть мы говорим и о том, что мы меняем. То есть для каждого поколения это совершенно разный подход. Там большие споры на конгрессах ведутся, как сделать мужчину более мужественнее или этот. Но на самом деле вопрос в другом. Всегда мужчина приходит с какой-то проблемой, которая его беспокоит на каком-то этапе. То есть мужчина не становится во главу угла, там быть прекраснее всех на свете, там, да? У него есть определенная всегда цель и задача, которую он хочет достичь. Заходит какой-то бренд, представим, допустим, и делают какую-то вирусную рекламу. И к вам, может быть, этот бренд даже будет плохого качества, не самого лучшего. Но клиенты будут приходить, пациенты, и спрашивать. Ну, безусловно, такое на рынке есть. И вы будете использовать этот препарат? Конечно, мы не будем использовать этот препарат, потому что у доктора есть ресурсы. То есть я могу ознакомиться фактически с любым препаратом. То есть подмет существует, то есть статьи, исследования. То есть каждый доктор может узнать всю правду. Поэтому пытливый ум все найдет. Вы все чаще и чаще сегодня посещаете фейшн мероприятия. Ну и просто следим за вами на всяких вечеринках ВОГ, ЭЛИ и прочее. И на каждой вечеринке вы есть. Ну, как бы основная задача вообще доктора – это просветительская его миссия. То есть не просто там вылечить болезни или противостоять возрасту, но самое главное – просветительская часть. Поэтому, конечно, там идет взаимодействие, обмен опытом. То есть мы знаем, что нашим пациентам хочется, что модно, что поменялось. Но, естественно, в фэшн-индустрии тоже интересно, что мы можем. Поэтому сейчас, я думаю, что будет такой достаточно очень сильный конгломерат происходить между фэшном и медициной. Потому что пациенты уже будут хотеть не просто действительно молодость, а выглядеть по сути. Ну, пример – статуировка. Если раньше татуировка – это было какое-то там в средние века пираты делали, какие-то там люди, которые были в тюрьме, еще что-нибудь, то сейчас татуировка – это искусство, это аксессуар, дополняющий одежду. То есть понимание этого всего изменилось. То же самое мы видим с инъекционными методиками. То есть раньше запомните мне носогубку в 2000 году, потом появились губы, потом появились скулы. А сейчас мы говорим о образе, о том, чтобы нравился пациент себе в зеркале. Следующий этап – это влияние на окружающих. То есть мы постоянно развиваемся эволюционно. Вокруг препаратов бутылтоксина больше всего мифов. Ну, самый смешной миф – это смешной, конечно. Это перекачанная бутексом губы. Ну, на самом деле мы применяем для определенных видов коррекции и для создания голливудской улыбки, именно формы улыбки. Ведь губы – это же не только объем, но и то, как они двигаются. Мы всегда в нашей клинике рассматриваем пациента в нескольких плоскостях, то есть как он в статичном виде смотрится, как он в динамичном виде смотрится. Поэтому даже иногда совместно с инъекциями мы назначаем фэлсбилдинг для того, чтобы развить те или иные мышцы, для того, чтобы был правильный паттерн улыбки. Ну, еще очень смешной миф – это о том, что те, кто колет инъекции ботокса, им грозит болезнь ботулизма. Нет, им как раз не грозит. Препараты первого поколения, они даже у антитела достаточно вырабатываются. И тут вот вопрос о том, что препарат может перестать действовать, потому что он сам по себе вырабатывает антитела. Поэтому, в принципе, пациент, если вдруг отравится какими-то консервами, то, может быть, намного легче перенести, у него есть антитела. А правда ли, вот все больше и больше слышно о рынке о том, что раньше ботулотоксин действовал дольше по времени? Может быть, я не буду сейчас условно с цифрой говорить. Давайте возьмем, полгода было раньше. Сегодня производители либо уменьшают концентрацию, либо что-то делают не так, что действие сегодня доходит до трех месяцев. Героя, то, что мы сказали, то есть есть привыкание. То есть пациенты, которые начинали в 2000-х годах делать себе инъекции, в большинстве своем привыкают, количество года увеличивается. Инъекции именно с точки зрения привыкания. Но вы говорите о том, что это все-таки привыкание. А не то, что это не есть бизнес со стороны производителя, о том, что нужно, чтобы люди чаще и чаще обращались. Молодые пациенты реагируют на нейропротеины более активно и у них лучше. Почему? Потому что рецепторная активность у них лучше. То есть здесь вопрос именно возраста, вопрос количества инъекций. Как часто пациент прибегает к этим инъекциям? Это тоже вопрос очень большой. Это вопрос как бы и этики доктора, который должен сказать, иногда нет, погуляя еще пару месяцев, и мы тебе дальше сделаем. Поэтому нет. Качество препарата не упало, то же самое. Андрей, а вы верите в чудесные свойства антиэйдж косметики, именно, которые возвращают молодость? Вот я верю в чудеса, я верю в Деда Мороза, Святого Николая, но никак я не верю в косметику чудодейственную. То есть чудес на свете не бывает, за этим всегда стоит достаточно большой прагматизм, стоят цифры исследований. То есть мы можем говорить о том, что косметика может только что-то поддержать. Вернуть не может. Вернуть ничего, к сожалению, не может. Потому что есть физиология, от которой мы никуда не уйдем. То есть мы должны отталкиваться от того фундамента, на котором стоит действительно медицина, а не маркетинг. Спасибо, Андрей. Очень интересная встреча. Спасибо вам. Спасибо вам за беседу.